Всем привет! Сегодня поговорим об установке и настройке Arch Linux, одного из его популярных разновидностей Arca Linux. Прежде он назывался Arch Merch, но затем они решили поменять название и сейчас он называется Arca Linux. Ну что я могу сказать? Вот давайте, чем он хорош? Тем, что он имеет сразу встроенную программу для записи с экрана и поэтому у меня голова не болит как установить Simple Screen Recorder, потому что он уже встроен в систему и я сейчас вот находясь на флешке, я сразу веду запись об установке. Вот меню установки. Ну, первым делом он значит просится сообщать, что вот нет соединения с интернетом, но сейчас это дело мы попробуем исправить. Ну вот я завершил подсоединение к интернету. Вот здесь значок показывает, что соединение установлено. Но здесь не будем придираться к этому сообщению, а перейдем к нам и выберем язык установки. Ну, нажмем на кнопочку Далее. Вы можете выбрать любое. Дальше. Клавиатура. Клавиатуру я обычно выбираю английскую, английскую, а к ней потом пристегиваю русскую. Мне так удобнее. Вы можете сразу выбрать русскую, русскую. Тут без разницы. Все зависит от вас. Ручная разметка. Ну, естественно, на ручную разметку пойдем. Дальше. Вот у меня седьмой и восьмой разделы подготовлены, в принципе, к приему новой системы. Ну, а здесь вот я напишу. Допустим, принять. Сделать размер. Во-первых, отформатировать его. Экстеншн 4. И, вот, сделать его корневым. Окей. Восьмой раздел. Принять. Форматировать. Экстеншн 4. И сделать его home. Ну, у нас еще один разделчик был. Вот, на 4 гигабайта. Он у нас swap. Ну, форматировать, допустим. Вот он уже сам пишет. Linux Swap. Да, это все устраивает. Три раздела мы, значит, пометили. Корневой. Домашний. Swap раздел. И нажимаем на кнопочку Далее. Обычно во всех своих сборках я пишу имя User, что обозначает пользователь. Пароль. Его потом всегда легко поменять. Пароль выбираю самый простейший. Я помню, что у меня здесь была проблема. Он не принимал однозначные пароли. Ну, давайте посмотрим. Поставлю снова я по единичке. Сюда пойду по единичке. Использует тот же пароль для доступа администратора. Да, пожалуй, вот так вот сделаем. Нажмем дальше. Вроде бы зацепил. Ну что ж, все прекрасно. Здесь он еще раз. Программа показывает, что будет сделано. Какие разделы будут отформатированы. Нажимаем на кнопочку Установить. Нажимаем на кнопочку Установить. И наблюдаем за процессом установки. Как видите, ставится он в принципе не сложно. Аркалинукс B-Edition. Издание B. Ну, посмотрим, что это за издание B. Я пока нажму на паузу. Аркалинукс относится к семейству Аркалинукс. Аркалинукс. Причем особенностью является то, что у него так называемая система Rolling Release. То есть практически в теории, если его установить раз, и он будет у вас работать самообновляясь, скажем так, до победного конца. То есть не нужно будет там каждые 3-5 лет делать полностью новую установку. А просто он в процессе работы будет самообновляться. Опасностью и подводным камнем здесь является то, что иногда после того, как он самообновляется, скажем так, вас не спрашивая, некоторые ваши программы могут перестать работать. Как избежать таких вот осложнений? Ну, есть программа TimeShift. При помощи программы TimeShift или любой другой программы, которая вам нравится, вы делаете бэкапы текущего состояния операционной системы и периодически проверяетесь, если у вас что-то перестало работать, ну, взяли, откатились назад на ваш бэкап. Значит, можно приостановить на какое-то время самообновление, подождать там полмесяца, месяц, может быть, этот баг или эта ошибка будут исправлены. Вот. Затем снова еще раз попробовать обновиться и работать дальше. А так, вообще, система, значит, вот, rolling release, она, значит, скажем так, самообновляемая. У меня был PC Linux KDE, и проработал он у меня года четыре, если там не больше. Он проработал как трактор. Вот. Ну, просто, я перескочил на Linux Mint, потому что мне у него нравится рабочий стол. Уж больно он красивый и такой удобный и функциональный. А так, кеды у меня PC Linux работали, как говорится, исправно и надежно. Поэтому, значит, я вам, значит, рекомендую потестировать, попробовать. И если вам, скажем так, Arca Linux понравится, то, значит, можете его установить и пользоваться на здоровье. Ну, вот установщик пишет, что установка завершена. Вот, можно тут галочку отметить, перезагрузить, нажать готово. И все будет, как говорится, нормально. Так что, вот таким вот образом я и сделаю. Затем перезагружусь. И уже посмотрим, как себя ведет эта операционная система на жестком диске компьютера. Итак, я загрузился жесткого диска. Вот так вот выглядит Arca Linux. Значит, вот первый запуск. Ну, единственное, значит, что я сделаю, значит, ряд настроек уже, скажем так, под себя. Причем пароль сети, который я заводил, он запомнил. И второй раз мне уже его не пришлось заводить. Он уже, как говорится, показывает значок, что... А, нет, пишет, что нет соединения. Ну, давайте попробуем ему это дело напомнить. Ну, вот здесь вот мы сейчас заведем парольчик. И продолжим. Ну, вот, появилось сообщение, что мы, значит, в сети. Ну, и можем дальше продолжить, настраивать, скажем так, операционную систему. Правой кнопкой мышки по нижней панели изменить панель, удалить, добавить, вот, переместить. И перемещаю я ее наверх. Вот здесь я люблю ее видеть. Теперь настройки панели. Ну, здесь я вот делаю вот так. И делаю все значки на ней пошире, потому что у меня глазки уже, скажем так, не очень хорошие. Здесь, значит, мне очень это дело импонирует. Нормальная система темы. Вот, в темах я бы хотел кое-что поменять. Вот, только он не очень-то... А, нет, есть. Ну, вот. Вот, мне нравятся значки аджвата. Ну, давайте пока этим ограничимся. Посмотрим теперь, как все это дело выглядит. Вот, и значки посимпатичнее, и все остальное посимпатичнее. Ну, устраивает. Вот, значит... Ну, давайте поглядим, значит, что здесь такое. Это доступ к файлам, файловый менеджер. Так. Мне бы хотелось найти программку установки пакетов, скажем так. Ну-ка, стандартное, что тут такое есть. Итак, я хотел бы запустить программку планк. Планк. Вот она. Ага. Здесь она слева. Ну, в принципе, скажем так, не столь уж и важно. Хотя, планк я всегда могу поместить на нижнюю линейку. Сейчас попробуем. Там нужно нажать комбинацию клавиш control и, по-моему, правой кнопкой мышки. Да, сейчас. Ага. Сейчас посмотрим. Вот, нажмем на параметры. Вот стоит слева. Я помещу снизу поведение. Показывает незакрепленное интеллектуальное скрытие. Ну, пусть будет интеллектуальное скрытие. Ладно, бог с ним. Вот, в принципе, для настройки тут уже кое-что есть. Ну, давайте посмотрим. И Вивальди броузер. Редактор изображений. Это что у нас за красота такая? Запись как GIF. Ну, понятно. Автор любит работать с изображениями. Все понятно. Так, ну, ладно. Лека до начала, как говорится, начиная с начала. Здесь автоматически встроена программа. Давайте-ка я посмотрим. Параметры. Программа варите. Ну, вот здесь я, допустим, каждые пять минут. Мы можем даже отметить, менять при запуске. Да, пожалуй, ничего больше здесь менять я не буду. Ладно. Пусть будет так. Значит, в предыдущей программе ArchMerch, там, значит, насколько помнится, я умудрился добраться до установщика программ. И через него практически очень многие программы я установил. Так, давайте посмотрим, что здесь. Итак, давайте повещаем, есть ли у них установщик программ. По-моему, где-то вот что-то такое тут есть установка программ. Давайте посмотрим, что это такое. На всякий случай я закреплю на планке все это дело. Графические программы я уже есть. Ну, примерно понятно. Будем смотреть, что тут можно будет, как говорится, взять и поставить. Ладно. Ну, допустим, я бы хотел поискать, ваще у них тут он существует или нет. Konki Manager. Здесь в программах нету. Есть что-то непонятное по типу вот этого. Так, тогда давайте поищем здесь Konki Manager. Продолжение следует. Продолжение следует... Значит, вот такая вот особенность выявилась в менеджере обновлений, в менеджере пакетов. Когда его запускаешь, нужно вот зайти сюда и нажать на обновить базы данных, завести пароль, и тогда все базы данных будут обновлены. Ну, теперь давайте попробуем найти все-таки наш Konki Manager, потому что мне эта программка нравится, она у меня как приборная доска. Ну, заведу я здесь Konki Manager. Итак, это на русском языке у меня, а мне надо на английском. Заведем на английском. Вот он, голубчик, где сидит, появился. Вот я его хочу и установить. Ну, а теперь давайте возьмем и проверим, установился он или нет. Вот он, голубчик, сидит. Первый раз я запущу GoTem. Вот таким образом, чтобы появились у меня названия папочек в файловом менеджере. И вот теперь, что сделаем. Из загрузок, два вот этих файлика, на русском и на английском языках я вырезаю. И теперь давайте посмотрим, вот конки. И сюда я их вставляю. Дальше. Вот эти вот красавчики мне, по определению, не нужны. Ну, себе можете оставить, у меня они не нужны. И займемся на настройка коночек. Значит, вот пока стоит конки GoTem. Я сейчас поставлю коночки на русском языке. Вот они появились. Теперь я пойду в настройки. Хотя, в принципе, здесь у меня... Так, вот здесь вот. Вот я ставлю значок, чтобы автоматически иконки стартовали при старте системы. Нажму ОК. А вот значок сети я здесь абсолютно не вижу. Поэтому мы что сделаем? Несмотря ни на что, я вот здесь в терминале заведу командочку ifconfig. ifconfig. Нажмем Enter. Ну и давайте посмотрим, будет ли что-то там у меня проявляться или нет. Что-то вроде бы, как вот здесь вот. Так, если я поменяю обои рабочего стола, чтобы мне было лучше видно изменить фон рабочего стола. Что-нибудь потемнее или понейтральнее. Ну, по крайней мере, по нейтральнее вот видно. Так, а теперь будет ли оно что-нибудь тут появляться? Если я нажму на какую-нибудь там картинку, вот такую. Видите, все стоит по нулям. Тогда, значит, что мы сделаем? Попробуем вот этот адресочек. Вот этот вот. Скопировать. Затем, потом сюда. В сеть. И вот вместо влан 0 поставим, попробуем ставить его. Применить. И вот, видите, циферки побежали. То есть, теперь у нас иконки отображают состояние сети. Что, как говорится, и требовалось доказать. Ну, а теперь можно будет взять еще что-нибудь там попробовать проверить. Ну, видно, вон уже, видите, полосочки уже побежали. То есть, я могу тут практически любой другой там брать ролик. Здесь. И вот циферки, как говорится, по экрану бегут. Меня это уже устраивает. То есть, иконочки в основном поднастроены. Ладно. Пойдем, значит, дальше. Здесь программа, скажем так, для создания резервных копий. Таймшит. Она вот здесь вот есть. Ну, и первым делом, чтобы я сделал, и сделаю сейчас. Это я, значит, создам на всякий случай резервную копию. А потом, если что-то не так, я всегда смогу вернуться, скажем так, на тот момент, когда у меня все было настроено нормально. Значит, и с него, с этого момента, опять-таки, начать дальнейшие настройки. Вот таймшит. Набираем. Пароль, значит, у нас здесь тоже единичка. Набираем единичку. Ну, это еще что за чудеса. Ну, еще раз единичку давайте нажмем. Ну, вот. На включе мастера. Вот. R-Sync, R-Sync. Далее. Он сейчас просканирует всю систему на предмет того, что нужно там, и можно заархивировать. А и пойдем дальше. На каком разделе, значит, жесткого диска я хочу сохранить? На восьмом. У меня восьмой раздел. Это домашний раздел программы Arco Linux. Не программы, а операционной системы Arco Linux. Нажимаем дальше. Ну, здесь я ничего не буду. Готово. И нажму на кнопочку создать. Ну, считайте, что 1754 мы начали. Запоминайте сами. А я, кстати, здесь поищу, есть ли у нас какой-нибудь тут текстовый редактор или блокнотик, который можно будет вывести. А, вот оно. На верхнюю панель. Вот оно. Геоня. Ну, вот здесь я и напишу. 1754. Вот у меня. Ой, так. Не нравится мне это. Ну, давайте посмотрим. Это не циферей, ничего. Так. Надо это вообще удалить. А поставим и потом попозже Florence. Так. Ну, посмотрим, сколько времени потребуется на создание нормального бэкапа. То есть, запомните, всегда, как говорится, безопасьте себя, создавайте бэкапы, особенно, когда вы делаете, там, скажем так, настройку системы, делайте бэкапы почаще. Там чуть ли не каждый, там, час, там, или поставили, там, 2-3 программы, бэкап сделали. Поставили 2-3 программы, сделали бэкап. Потом, всегда ненужные бэкапы можно будет поубирать, вот, оставить один, уже, так сказать, нормальный, работающий, и им пользоваться. Ну, при настройке я вам рекомендую, вот, поступать так. 1-2-3 программы установлено, бэкап. 1-2-3 программы установлено, бэкап. Этим вы сохраните себе массу времени, потому что, если что-то пошло не так, у вас всегда будет возможность откатиться, там, на один, там, на два шага назад. Вот таким образом. Никогда об этом не забывайте. Ни на одном из линуксов об этом не забывайте. Разные линуксы, они имеют разные программы для создания бэкапов. Ну, вот, на Arch Linux есть программа TimeShift. Ну, и используйте ее. Чего уж там. Вот. Ну, ладно. Ждем, когда закончится создание бэкапа. Итак, бэкап был создан. Сейчас времени 18.01. Ну, 6-7. 7,5-8 минут программа создавала бэкап. Значит, ну что. Вот практически бэкап созданный. Ну, вот плохо, что я не вижу свойства. То есть, сколько места он занимает на жестком диске. Ну, через саму программу. Ну, можем сделать вот так. Значит, поднимемся наверх. И посмотрим в свойствах, сколько же это место занимает у нас. Вот данный размер в гигабайтах. Сейчас он тут все это подробненько подсчитает. Ну, вот около 5 гигабайт уже. Ну, давайте посмотрим. Ну, относительно бэкапа я скажу, что штука эта архиважная. Без надежного бэкапа нечего, как говорится, лезть в настройки там системы, потому что каждый раз будете натыкаться на грабли и заново все переустанавливать, да просто устанете. При наличии надежного бэкапа, да господи. Шаг два назад откатился и делай по новой. Вот и все. Разница, как говорится, огромнейшая. Вот. Ну, к сожалению, на Arch Linux вот нет, пока я не нашел еще программы для создания надежных изообразов текущего состояния операционной системы. Ну, посмотрим. Может, со временем что-нибудь интересненькое такое там и появится. Если, так сказать, появится возможность создавать изообразы текущего состояния операционной системы, то практически можно будет эти образы выкладывать на кладовочку и делиться ими с пользователями. Вот такие вот вещи. Ну, что? Где-то порядка там шести гигабайт, насколько понимаю, там, ну, шесть, семь, восемь. Тут особой роли там не играет. Вот. Ну, пусть считает. Ладно уж. Ну, вот шесть с половиной гигабайт. Устраивает. Образ небольшой. Нормальный. Копия сделана, как говорится, и всегда можно будет откатиться назад и заняться дальнейшими настройками. Я хочу сейчас поставить программку Cherry 3, потому что вещь эта тоже для меня важнецкая. Ну-ка посмотрим, не стоит ли она сразу. Она уже стоит. Ну, нет, это конки стоит. Ну, тогда поищем Cherry 3. Заведем ее. Вот она красавица. Отметим галочкой. Применим. Далее. Пароль заведем. Куда ж без этого. Вот почему при настройках я всегда делаю короткие пароли. Потом, когда все настроите, можете себе сделать пароль хоть километр длиной. Это уже дело ваше. Но при настройке, чтобы каждый раз там по 8, по 10 циферей циферей там и букв не заводить, вот, у меня всегда стоят короткие пароли. Как видите, это себя вполне оправдывает. Так, ну что, значит, давайте посмотрим вот эта программка. Я ее обычно всегда помещаю или на нижней, или на верхней панельке. Ну, вот я закреплю ее. Штука важная. Файл. У меня файлик уже был подготовленный в отдельной папочке. Вот, через рейс создал папочку, в нее поместил файлик команды видео. Вот, практически, у меня, значит, здесь все это дело есть. Вот только ссылочки такие вот некрасивые выглядят. Я всегда делаю что? Иду в параметры, иду на ссылки, и цвет вот ссылок я меняю на желтый. окей, окей, вступит после перезагрузки, да ради бога. Вот. И вот теперь, видите, ссылочки такие желтенькие, уже для глаза восприятие идет, скажем так, более нормальное. Ну, и вся информация последняя, как говорится, здесь расположена. А дальше, значит, будем уже настраивать Аркалинукс, как говорится, под свои там нужды. Хотя, у него уже изначально очень много что в него они, значит, вложили. Вот, посмотрите. Вот. Значит, видео. Остается добавить только Audacity и Видеоредактор OpenShot. И тогда уже для аудио-видео монтажа у вас практически все будет готово. Ну, давайте посмотрим, что у нас имеется. Давайте заведем, например, OpenShot. 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 Ну, вот он, Голубчик сидит. OpenShot. Применить. Дальше. Пароль. Единичка. Так. Вот, пусть он его себе ставит. Затем еще поставим Audacity. Хороший редактор аудиофайлов. Он позволяет там шумы поубирать из аудио и видео файликов и добиться, так сказать, более приличного звука. Вот. А видеоредактор OpenShot позволяет, так сказать, монтировать видеоролики, склеивать их, отрезать ненужное, вставлять нужное. Ну, настоящий видеоредактор. Очень удобный, простой, в понимании, хорошая штука. Давайте посмотрим, как он тут встанет. библиотеки самые различные устанавливают, но ждем. Ну, вроде бы поставило. Давайте проверим. нажмем вот так. ну, в принципе, нормальный редактор, вот ножнички есть там, там где что отрезать, файлик добавить, нормально все работает. Здесь, значит, теперь мы еще заведем словечко Audacity, и у нас программы для видеомонтажа будут в полном наборе. A.O. Audacity. Вот он, голубчик. Вот его мы тоже установим. Но это, опять-таки, только для тех, кто занимается созданием видеороликов, имеет смысл ставить эти программы. Но если вы этим делом не занимаетесь так, и не устанавливаете эти программы, я просто показываю, как я делаю настройки под себя. Так, ну, Audacity попробуем запустить снова тоже. Вот он, голубчик. Здесь я тоже могу вот так вот его прикрепить к панельке. Больше не показывать. Тут все нормально. А вот OpenShot я забыл закрепить на панельке. Ну, ничего страшного. Ладно. Значит, в принципе, программы для видеомонтажа есть. Значит, вот они все красавицы здесь. И редактирование звуковых файликов, видеофайликов, программа для записи с экрана. Ну, может быть, вот поставить там со временем мой любимый SM Player. и практически с программами для видеомонтажа будет закончено. Посмотрим, что тут с офисом имеется. Давайте-ка глянем. рассматривать документов и что такое. нет, мне это вообще, скажем так, не нужно. это абсолютно, скажем так, не из той оперы. И мне это абсолютно не нужно. Почтовые клиенты мне не нужны. так, тогда попробуем пойти вот сюда и наберем здесь так, группа категории интернет-игр, настройки, образование, вот офис. Ну, и что тут есть? LibreOffice есть или нет? есть. А, даже хорошо, как я хочу поставить, допустим, калькулятор и только редактор текстовый. вот мне практически, а он сразу не хочу я вот это, я хочу только спрятшиться, хочу только и никакую, он мне никак не хочет убираться с рисунками там и так далее. То есть, вот если я убираю здесь, то LibreOffice убирается. Ну, ладно, пойдем, скажем так, по минимуму пусть ставят. Мне из Libre, из офиса много программ не нужно. Вы выберите то, что вам нужно, там, там нужны какие-то там редакторы рисунков там или презентажки там делать. Ради Бога, ставьте их себе. Мне это как-то не очень нужно. Еще раз хочу почерпнуть, что данная операционная система Arca Linux, она построена по типу самообновления. В ней нет такого, что там, допустим, Linux Mint 18.1, 2, 3, 19 и так далее. Здесь поставили вы ее, и она сама потихонечку будет обновляться. Ну, подводный камень какой, что поскольку она сама обновляется, иногда некоторые вашу любимую программу могут просто-напросто перестать работать. Значит, ну, что нужно сделать? Нужно откатиться назад, отменить обновление, не обновляться там парочку недель, и затем попробовать обновиться снова. Потому что обычно в процессе обновления, если какие-то там баги выползают, то разработчики, они стараются их, скажем так, выправить. Вот практически и все. А так вообще такая система, что раз поставив ее, это уже, скажем, до конца дней своих она вам будет, сказать, верой и правдой служить. Вот такая вот интересная штукенция. Единственное, значит, что я, скажем так, в ней такого вот не нашел пока, ну, программа для создания из образов текущего состояния операционной системы. Найдется такая, ну, что, значит, Arch Linux у меня, так сказать, будет в моей линейке занимать очень и очень достойное место, потому что сама по себе система, она очень такая хорошая, надежная, и многие пользователи, так сказать, ей пользуются, пользуются с первичным удовольствием. Ну, что, проверим теперь, что тут у нас выскочило в офис, ну, и давайте проверим калькулятор, посмотрим, какой он версии, не сильно или старый, так, help, about office, 6.052, ну, что, очень даже приличная и свежая версия офиса, поэтому, так сказать, никаких у меня к этому делу, как говорится, не имеется возражений или чего-то еще, вот, вот, закрываться не очень, а, ну, да, конечно, вот, теперь закроется, вот, ну, ладно, следующие настройки я уже буду делать завтра, а так, значит, вот, уже нюансы, значит, пара членок с рукой, какие уже есть, ну, вторая часть ролика, при просмотре и монтаже первой части видеоролика я обратил внимание на то, что у меня присутствует так называемый тиринг, и поэтому попробуем от него избавиться, для этого, что нужно будет сделать, значит, нужно будет вот нам пойти на мой сайт, на моем сайте, значит, зайти на кладовочку на крок, вот на эту, и на этой кладовочке, значит, поискать, вот, программа для линукс, словечко такое есть, тиринг, вот оно, и нам нужно будет скачать вот эти вот два файлика, вот этот, сохранить, и вот этот, тоже сохранить, значит, ну что, файлики эти абсолютно крошечные, там, 200-300 килобайт, и все, идем в загрузки, ну, откроем папочку с файликами, так, ага, ну ладно, значит, закрываем, идем в отдел загрузок, ну, первое, откроем путь, по которому нам надо следует пройти, я не знаю, как на арчике он представлен или нет, и разархивируем вот эту вот папочку, ну, прямо сюда распакуем, вот, вот, мы ее вот так вот возьмем, скопируем, и теперь пойдем вот по адресу, указанному вот здесь вот в подсказочке, etc, x11, вот, давайте поищем этот etc, вот, etc, давайте поищем папочку, x11, вот она, дальше, xcorg, dconfig, ну, и давайте вот сюда вставим, ага, не хочет, да, так, один секунд, открыть как root, заведем сюда единичку, то есть открываем с правами root, и вставляем сюда вот этот файлик, и вот если прежнее у меня, значит, было все, скажем так, при монтаже, значит, я посмотрел, у меня там на экране было много дерготни, ну, надеюсь, что после перезагрузки теперь все это дело, значит, исчезнет, ну, по крайней мере, на linux mint это везде работало, как здесь, сейчас посмотрим, перезагружаюсь, итак, я перезагрузился, так что смотрите сами, значит, исчезло сейчас мельгание с экрана или нет, могу на предыдущее вернуть, Битлов, Поль Маккартни, Джон Леннон, Рингостар, Харрисон, значит, скорее всего, тиринг должен исчезнуть, ну, по крайней мере, я на это буду надеяться, вот, выдает сообщение, что, значит, менеджер обновлений что-то там еще обнаружил, доприменим, заведем сюда единичку, вот сюда поставим единичку, ну, и пусть там себе потихонечку обновляется, поскольку это ролин релиз, два словечка ролинг релиз, это вроде бы как катящийся выпуск, но по смыслу это самообновляемая операционная система, то есть, повторюсь еще раз, здесь никаких там этих версий нету, там, вон, вот там 16.02, 16.04, там, 18.04 и так далее, элемент там 17, там 18, там 18.02, 3, вот, поставили здесь раз, и он у вас тут будет, как говорится, на полную катушку работать, вот таким вот образом, ну, ладно, давайте посмотрим дальше, значит, что тут еще, значит, можно для себя посмотреть, какими, значит, богатствами, значит, обладает Аркалинукс, мне очень нравится, что это издание Цинамон, мой любимый рабочий стол, для меня, из всех рабочих столов, с которыми я не сталкивался, не знаю, по каким причинам, но мне он нравится, скажем так, больше всего, значит, ну, что тут, аудио, видео, значит, тут сейчас в полном объеме представлено у нас, редактор звуков, видеоредактор, программа для записи с экрана, VLC Player, программа для проигрывания видеороликов, то есть, ну, достаточно, скажем, нормально, графика тоже хорошо представлена, вон, посмотрите, чего тут только нет, авторы понапихали много чего, значит, стоят броузеры Chromium, Firefox и Vivaldi, кто очень любит Google Chrome, у кого, значит, там папочки синхронизированные и прочее, ну, покопайтесь по сети, заведите в строке поиска, как установить Google Chrome на ARK Linux, я думаю, что ответы вы найдете, офис тоже представлен нормально, значит, есть, электронные таблицы, они называются LibreOffice калькулятора, есть программа текстовый редактор, они полностью совместимы с виндой, каким образом, ну, вот, посмотрите, здесь, вот, например, что-нибудь вы там такое вот напечатали там и решили все это дело, значит, сохранить, файл, сохранить, где, ну, например, на рабочем столе, вот, видите, все форматы, вы можете выбрать, собственно, собственный формат текстовый LibreOffice, а можете, вот, посмотрите, и самый последний формат Microsoft Word, и старый формат доковский, вот, в любом формате, вот, в старом формате решили сохранить, ну, вот, нажали там сохранить, еще раз переспросит, да, использовать, вот, старый формат Word, нажали, и у вас он в этом формате, и все это дело сохранить, сохранить, значит, что у нас тут, да, пойдем вот сюда, рабочий стол, ну, вот, смотрите, расширение док, и его можно открывать на винде, а любой виндовсовский файл тоже будет открываться в LibreOffice с таким же успехом, также и с электронными таблицами, и с презентажками, и со всем чем, как говорится, угодно. вот еще один нюанс, посмотрите, вот здесь вот, значит, по-моему, в настройках, значит, вот, AORUM, вот здесь, значит, это общественный репозиторий, там все кричат на свой страх и риск, я всегда ставлю, вот, поддерживать, и проверять обновление AORUM, вот практически и все, и тогда у вас будет поддержка идти репозитория, значит, AORUM, закрыть, дальше, допустим, обновить базы данных, ну, вот, пусть он себе, как говорится, эти базы данных потихонечку и обновляет, а теперь, значит, вот программа PLANK, значит, я ее в автозапуске сейчас поставлю, чтобы она каждый раз стартовала у меня вместе с системой, вот, идем сюда, идем в автозагрузку, добавить, добавить приложение, и поищем здесь PLANK, вот он, он красавчик сидит, добавить, и теперь уже при следующем старте системы программа PLANK будет запускаться, конки запускается, а программа варите, кому не нравится, там часто смена обоев, то можете вот так вот ее здесь себе отключить, и тогда она у вас при старте системы работать не будет, собственно говоря, все зависит от вас, значит, вот таким вот образом, дальше, вот, например, понравился вам этот рабочий стол, вот, если сейчас вы нажмете вот так, и выйдете из программы, то до конца сеанса у вас этот, эта обоинка, она и будет, скажем так, оставаться, то есть, она уже меняться не будет, вот таким вот образом, дальше, значит, ну что, планки в автозапуск запустил, а вот здесь вот, значит, что я сделаю, так, где у меня тут он красавчик был, вот он, а здесь я его запущу, что я люблю, когда он тут постоянно сидит, вот, но уже при следующем старте системы у меня планка будет запускаться вместе с коночками, то есть, вот у меня такой лично рабочий стол, скажем так, ну, устраивает, вот, значит, ну здесь что, вот раскладка русская-английская, значит, я вам, значит, показывал, как это дело делать, ну, покажу еще, может быть, раз, вот, настройка клавиатуры, раскладки, вот, если русская здесь нет, вот сюда идете, плюсик, попадает менюшка, там будет русская, добавить раскладку, если хотите, хотите, чтобы она всегда была на первом месте, будет так, хотите, чтобы английская была на первом месте, делайте так, мне вот так вот лично удобнее, параметры, вот, здесь он в параметрах пошаливает лично у меня Arca Linux, а там надо выбрать, значит, переключение, ну, у меня сделано, обычно я делаю по alt-shift, как давно было там на винде, особенно я тут и не дергался, вот, ну, пишет, а здесь вот, пишет, что идет обновление Arca Linux файлов из репозитория, сколько там оно будет идти, значит, я не знаю, ну, пока просто сверну это окошечко, и пусть оно там себе свою работу делает, что еще здесь можно посмотреть, стандартные программы, ну, вот, обычно калькулятор, я всегда, значит, закрепляю вот здесь, вот, прикрепляю к панельке, потому что по ходу дела он частенько бывает нужен, я его ставлю здесь, монитор ставлю вообще на первое место, терминал, значит, дальше что, давайте посмотрим, ну, варите у меня, это самое автоматом запускается, тут, беспроблемно, поиск файлов, catfish, ну, тут нормально, так, администрирование, можете посмотреть принтеры, у меня обычно, да, просто-напросто, у меня, вот, я подсоединил свой принтер Canon, он у меня, не драйверов, ничего не искал, сразу взял, встал, как говорится, и работает нормально, вот и все, здесь программа настройки меню, можете у себя, менюшечку там, поднастроить, как там, что у вас там работает, вот, то есть, ну, самое такое, вот, основное, значит, здесь дано, в параметрах, вот, тут и аплеты, ну, не такие богатые, как на Минте, но, тем не менее, они, как говорится, имеются, сведения о системе, рабочие места, сеть, ну, в принципе, вполне достойная менюшка, поэтому, значит, я считаю, что, вот, Аркалинукс, значит, сделан очень, скажем так, добротно, и кто не обеспокоен, такими, допустим, проблемами, как, скажем, создания изообразов в своей операционной системе, чтобы ими можно было поделиться с другими людьми, то, Аркалинукс, он может пользоваться, скажем так, долгие годы, ну, там будете, там, может быть, там раз в полмесяца, раз в месяц, там, обновляться, да, он и сам иногда будет это дело делать, скорее всего, в таком, в скрытом режиме, вот, значит, здесь я бы хотел посмотреть, рабочий стол, куда тут они его задевали, да, доплентные детали, конфиденциальность этого года общая, может быть, в общих, нет, не здесь, основная кладка, панель, вот, рабочий стол, вот здесь, допустим, я люблю, чтобы значок компьютера был у меня, чтобы был значок корзинки, и чтобы подключенные тома отображались тоже на рабочем столе, вот таким образом, значит, ну, могу даже и домашнюю папочку сделать, вот так, теперь я обычную корзиночку вот так вот сюда вниз вставлю, она не хочет, значит, что делаем, настройка рабочего стола, так, рабочий стол, вот я убираю, автоустановка, вот в нее убираю этот документик нам ненужный, немножко пониже опускаю вот эту папочку, ну, вот обычный вид, скажем так, рабочего стола, к которому лично я привык, значит, ну, у вас тут возможностей очень много, делайте сами там, что, как вам там нравится и так далее, вот, ради бога, значит, система хорошая, так что порекомендовать могу многим, ну, и вот, допустим, давайте посмотрим, как будет происходить, вот тут обновление еще, ну, давайте обновление, видите, красный значок был обновлением, давайте их применим, далее, пусть обновление установит, то есть, вот когда такой значок увидите у себя на панельке, значит, будете обновляться, вот, то есть, система довольно-таки такая умная, толковая, многие пользователи, или кто вот уже на линуксах поработал, со временем отдают ей предпочтение, потому что, ну, есть у Арчика ряд преимуществ, потому что, особенно если его делать вообще с нуля своими руками, то размер системы, которая занимает она на жестком низке, получается вообще там, крохотулечный, по сравнению с другими линуксами, потому что, Арчик при установке, он обследует полностью все ваше железо, и качает к нему только драйвера, необходимые именно для вашего железа, вот таким образом, ну, вот появилось сообщение, что система обновлена, видите, и значок, значит, вместо красного, значит, стал уже, скажем так, беленьким, вот, вот таким вот образом, ну, ладно, значит, я вам здесь показал только самые-самые основы, причем я не ожидал, что у меня на этом Арчике, скажем так, появится Тиринг, но теперь буду делать, редактировать видеоролик, и мы на нем посмотрим, убежал Тиринг, или не убежал, а вам я желаю всего самого доброго, значит, почитайте, у Арчика, значит, очень хорошие форумы, и на русском языке есть, и очень благожелательная публика, поэтому, значит, если он вам понравился, то сейчас установить Арчик гораздо проще, потому что не надо печатать там эти длинные списки команд, а он установщик очень хороший, красивый Арка Линукс, мне вот как раз понравился, что мой любимый стол тут попал, Цинамон, вот, так что я желаю вам всяческих удач и успехов, и до новых встреч! Ну вот я перезагрузился, проверил ролик, а Тиринг-то не исчез, а в чем дело? А вот в чем дело, значит, из папочки с загрузками, я взял и целиком скопировал эту папочку, и вот по этому адресу ее перенес и вставил, а нужно было всего лишь вот этот файлик взять, скопировать, и затем пойти в VTC, в X11, вот, зайти в XORG, и вот вставить его вот сюда, 20NT, вот, причем вставляется он в корневом режиме, то есть вот папочка, допустим, X11, XORG, открываем ее как root, заводим пароль, единичку, и вот теперь берем и вставляем, ну он спросит тут заменить, а на самом деле у вас будет просто вставить, почему, потому что у вас тут еще его не было, вот, а вот эту папочку вставлять сюда не нужно, вставляется только файлик, вот этот файлик 20NTEL конфиг, и будет тогда вам счастье, как говорится, надеюсь, и тиринга у вас не будет, вот, ну, еще раз я это дело перепроверю, и вам, как говорится, доложусь, ну, и напоследок, давайте поставим парочку программ, моих любимых, значит, ну, одна из них, SM Player, поставим программу, SM Player, очень хороший, и незатейливый, видеоплеер, вот, наберем, SM, вот он, он уже высветился тут, вот, поставим его, применить, далее, заведем пароль, и пусть он, его себе, как говорится, вставит, нравится мне очень этот, этот, плеер, хороший, и, поставим его, братика, значит, поставим, SM кьюб, вот оно, и его поставим, мы, как говорится, с Тамарой, ходим парой, вот, эти программы, очень хорошо, дополняют, друг друга, это, скажем так, вам, на закуску, теперь, значит, что сделаем, ну, что, давайте посмотрим, зайдем сюда, где у нас тут, вот, SM Player, мы его можем тут, закрепить, вот, можем открыть папочку, допустим, те же видео, открыть там, любой там, видеоролик, и вот, на нем, как говорится, будет видно, и на нем, как видите, вот этот тиринг, еще присутствует, наблюдается иногда, мельтешение, ну, а сейчас, надеюсь, что от тиринга, мы, как говорится, при помощи данной прививочки, избавились, и все будет у вас нормально, если у вас, значит, он вообще есть, это болезнь, свойственно, интеловским процессорам, вот, иногда, вот, такая вот штука, бывает, то есть, запись видео, все нормально, а начинаешь, когда видео проигрывать, на видеопроигрывателе, и появляются, вот эти вот, косые диагональные полосы, там, и всякая эта петрушка, ну, вот, прививочку сделали, первый раз, сделали неграмотно, второй раз, уже сделали все по правилам, и терринг исчез, то есть, многие проблемы, в линуксе, так сказать, решать, не будьте только ленивыми, там, поползайте, там, по сети, там, по форумам, со многими людьми, познакомитесь, познакомитесь с интересными, вот, я думаю, что вы можете, свою операционную систему, вылезать, как говорится, как конфетку, все, у вас будет ровно и гладко работать, поэтому, я желаю вам всяческих успехов, и до новых встреч!